Сломано, сломано, сломано. За пару дней вандалы разрушили сразу несколько детских площадок. Чьих это рук дело? Детей, подростков или, может быть, пенсионеров? Вопрос вечный и ответы на него у всех разные. Вот один из таких дворов на балке. Кто-то сломал ворота на футбольной площадке. Часть жильцов обвиняет пенсионеров, мол, им не нравится, как шумят дети. Сами пенсионеры говорят, ворота сломали подростки. Взрослые дети, по 10, по 14 лет. А как, они висели, что ли, на них? Висели, качали вот так. С обоих сторон держались и качали. Просто тут, говорят, слухи такие, что это, типа, взрослые, сбилили. Не-не-не, это вранье. Не-не-не. Скорее всего, подростки. Мы спрашивали у бабушек, кто сломал, ну, у родителей наших. И сказала бабушка то, что один пацан. Кто прав, а кто нет, неизвестно. Понятно лишь одно теперь ни в футбол, ни в баскетбол. На этой площадке не играют. А в Рыбнице даже гадать не пришлось, кто сломал качели. Местный житель все снял на телефон. Классика любого двора. Противостояние детей и пенсионеров. Это видео из Рыбницы разлетелось по всем соцсетям. Три женщины, видимо, слишком устали от детского шума. И среди белого дня на детской площадке пилят качели. Видно, как одна из них держит ногой качели, другая придерживает руками, чтобы было легче пилить третьей. Милиция нашла инициатора этой спецоперации. Теперь женщине грозит штраф или общественные работы. Видео из Рыбницы наш канал опубликовал в соцсетях. В Инстаграме его просмотрело больше 14 тысяч человек. Десятки комментариев. Дворовые войны для наших людей – обычное дело. В нашем и соседнем дворе уже второй раз обмазывают качели с эридолом, чтобы детки не катались. Бабульки так себя ведут почти во всех дворах. Детей ненавидят и пытаются всеми путями уменьшить детские площадки. В этом столичном дворе на Балке, недалеко от Галеона, пенсионеры решили, что ругаться с детьми бесполезно. Проще засадить полплощадки цветами. Сейчас дети сюда практически не приходят. Юля и вместе с сыном живут в этом доме. Но площадку им пришлось искать в соседнем дворе. Я понимаю, клумба – это красиво, но нужно делать в тех местах, в которых дети не так близко бегают. Мяч может попасть. Мяч. Дети потянут за веревочку, за борчик. Они хотят потрогать эти листики. Очень ругаются. Клумба, кстати, она потихоньку расширяется. Летом детские площадки пустуют разве что только ночью. Детей каникулы им весело, а бабулям как-то не особо. Под скрип качели и шум детей вряд ли расслабишься. Они хотят спокойствия. Это понятно. Как бы их можно тоже понять. Но что делать, если тоже дети есть? Мы не вечные. Что останется после нас? Кто останется после нас? Эти же дети, которые вот только слышали. Ну пошел отсюда, ну уйди отсюда. Я считаю, что надо сейчас больше всего детям помочь. В одном из бендерских дворов нашли компромисс. Детскую площадку установили подальше от домов. Но и здесь нашлись вандалы. На этот раз подростки. Они раньше взломали тут пол, а вот это вот снесли. Они просто залезают на крышу, прыгают и все ломаются. Как считаете, нужно так делать? Правильно ли так? Почему? Потому что строители работают для нас. После очередного визита подростков сломанными оказались перила, лестница, крышка от песочницы. Жильцы дома в очередной раз обратились к депутату. По инициативе жителей микрорайона провели капитальный ремонт. Заменили площадки, ступеньки. Поставили антивандальное покрытие, которое, я думаю, уже ни один вандал не снесет. После ремонта краску вручили жителям двора. На субботник пришли и дети, и взрослые. Красили сами. И теперь сами следят за сохранностью детского городка. Это отличный пример для соседнего двора. Здесь десяток уличных тренажеров и почти все сломаны. Причем их только недавно отремонтировали. Депутат приходил, все пересмотрели, послали людей, сделали. Недолго хватило им. И все поломали, все вот так вот побросали. Нам лично площадки детские не мешают. Амелия вместе с подружками взяла все в свои руки. За два дня они привели в порядок свой двор. Убрали, почистили, покрасили. Подружки сначала вышли и начали красить их, потом фотографировали. Но потом потянулась я. То есть, ну, решила помочь девочкам. Мы красили сначала с девочками забор, потом докрашивали турники и качели. Для чего это делается? Чтобы мы могли кататься, а не на поломанных качелях быть. Каждый вечер здесь собирается десяток ребят. И никто ничего не ломает. Мир и между поколениями. Когда в последний раз местные бабули ссорились с детьми, никто и не вспомнит. Мы рады, что деток у нас много. И что площадка у нас во дворе. Не надо никуда ходить. И все на месте. И под присмотром садимся на лавочки. Дети под присмотром. Сейчас детей нету столько. А в наше время так мешали. Но они были наши. Было счастье поглоше. Поэтому вы не обращаете внимания, да? Не обращаю внимания. Дети есть дети. Дворовые споры знакомы большинству жителей многоквартирных домов. Извечное противостояние интересов. Автомобилисты против пешеходов. Дети против пенсионеров. Но найти компромисс иногда оказывается не так тяжело. Договариваться и строить всегда лучше, чем скандалить и ломать. Яна Раховская, Дмитрий Ягодкин, Александр Зелинский и Михаил Мстеровский. Отражение.